Если беда Рухнет на землю косою звеня Я буду знать все равно, что ты веришь Я буду знать, что ты любишь меня Я буду знать все равно, что ты веришь Я буду знать, что ты любишь меня Браво! Да, друзья, вы не ошиблись в студии «Хорошего настроения» В гостях известный и любимый многими российский поэт, автор и композитор И, конечно же, певец Денис Майданов Доброе утро! В сопровождении белорусского продюсера Сергея Ждановича Во-первых, очень приятно видеть вас у нас в нашей солнечной студии Комфортно ли вам пелось? Хорошая ли здесь акустика? У нас прекрасная студия, только в цветах уже сюда хочется заходить Ну, такая жизнь, да, всегда есть черное, белое, а у вас красное, желтое, зеленое Одним словом, студия хорошего настроения Да, мы этим хорошим настроением будем делиться с нашими телезрителями Интересует нас, конечно же, повод, по которому Денис Майданов оказался в Минске и в Беларуси в этот день Я приехал по приглашению Сергея Ждановича и музыкального продюсера Дениса Шпитальнику, известного как Дибронкс Это их предложение для того, чтобы я спел в тандеме с белорусским певцом Алексеем Хлистом саундтрек к фильму «Мы братья» Я с большим удовольствием принимаю приглашение и предложение поучаствовать в качестве исполнителя саундтрека Почему именно Алексей Хлистов и Денис Майданов? Были ли другие претенденты? Или почему вы сделали именно... Претендентки, Саша хочет спросить про это Ладно Ну, на самом деле, в Беларуси Алексей Хлистов, по моему мнению, для меня он номер один И популярный артист, которого любят, знают и талантливый В России, ну, скажу так, что Денис Майданов – это абсолютная величина для меня, которая понятна, доступна Это артист, можно закрыть уши, но артист, которого любят Это народный артист Ну, во-первых, мы познакомились еще задолго до фильма на фестивале «Славянский базар», на который я приезжал И очень рад и приглашению было, и знакомству, которое состоялось А во-вторых, фамилия Майданов, чтобы совсем все все знали, она отсюда, из Беларуси Отец у меня из Могилева, вот, и ношу я фамилию отцовскую Это очень похвально Вы знаете, изучал вашу биографию, и так интересно Вот есть артисты на сцене, которых сделали благодаря новым каким-то шоу Специальным продюсерским проектам на разных телеканалах Появляются какие-то мальчики, которые поют и песни Потом некоторые из них становятся полноценными артистами, и хорошо Ваш путь немного иной Вы много сначала работали Во-первых, сначала вы не жили в Москве Я в 2001 только приехал, родился в городе Балаково, Саратовской области, на Волге Брат, я тоже родился в городе Балаково, Саратовской области Так вот еще секрет, да? Нет, я секрет любого гостя, судя в хорошем состоянии Ты какой населенный пункт не назовешь, они все равно найдут там свои корни Это оказалось, это вот только сейчас мы уже уточнились То есть я не знал, а Сергей почитал что-то обо мне и нашел, значит Общее Совсем общее такое место рождения Больтова Денис Питальников, который, собственно говоря, продюсирует нас тут всех Как музыкальный продюсер Он родился в один день В один день и в один год В один год В 17 февраля 76-го года, он тоже Денис Да, чтобы наш зритель понимал, как долго в гримерной дожидались наши гости интервью Что успели столько обсудить Но, тем не менее, потом этап вашей карьеры, московский Он, скорее всего, обозначен тем, что вы написали огромное количество песен Для уже известных инородных артистов России и, наверное, всего СНГ Вы написали много-много-много-много песен Когда пришло у вас понимание того, что А почему я пишу для остальных, пора пить самому? Ну, видимо, Господу Богу было так удобно Что я сначала проявил себя в качестве композитора для других Я горд и очень рад, что у меня был такой этап в жизни Когда я был только композитором И очень рад, что были песни, которые лежали и ждали своего часа Которые никому не отдавались, не продавались И после 8 лет композиторства в 2009 году В воле и обстоятельствах эти песни зазвучали с радиостанции Уже в моем исполнении И эти песни вылежали, ждали своего часа и оказались нужны И попали в народ И мой успех лично, как исполнитель, это прежде всего успех песен Одновременно с тем, что вы написали много песен для других артистов Ваши песни — это такие стреляющие, хорошие хиты Постоянно ротирующиеся на радиостанциях Причем хиты, которые радиостанции не стесняются крутить очень много Даже порой... Мне кажется, иногда... Я признаюсь, я сегодня ехала и по радио Иногда больше, чем надо, но одновременно не переключаешь Это работает Русский человек любит больше поэзию, чем вокал Так получается? Ну, у нас это доминирующие части Я считаю, что это очень здорово Я не очень люблю западную музыку по гармонии И школьная у меня такая четверка по английскому И не очень меня это все цепляет Но когда я слушаю русское, я первое, на что обращаю внимание И мне кажется, выживают те песни, в которых есть то, что хотел сказать автор Нечто глубокое, хорошее Выживают большие песни Такое вот все-то для ног, умца-умца, оно не живет То есть вы обнажаете полностью душу в песнях? Или все-таки не до конца? Нельзя жить наполовину, ни в чем Поэтому автор исполнитель на Руси Поэт в России больше, чем поэт Но это можно сказать обо всех славянских наших народах Это человек, который проживает такую же жизнь, как любой человек Но ему просто дано писать Поэтому мои песни о вечных ценностях И о семье, и о любви, и о патриотизме И о силе духа, и о ностальгии О чем угодно, но о том, что волнует каждого человека И поэтому, видимо, это легко заходит в души людей И вы слышите это по радио неоднократно Именно потому, что это люди заказывают Радиостанции не будут крутить то, что не нравится там, по ту сторону эфира Когда мы услышим там саундтрек при участии Дениса Майданова? Саундтрек мы услышим, я думаю, в ближайшие две недели В ближайшие две недели, причем и на российских радиостанциях И в Украине, и в Белоруссии, да? А следующий у нас в планах стоит пункт Это съемка клипа И это тоже пойдет в ротацию Причем это, еще раз подчеркну, это не коммерческое, конечно же, предприятие Отличается от многих других Это, естественно, отправим в доброе плавание И видео, и аудио Радиостанции, они уже заинтересованы Постоянно, вот вы видите здесь у меня наушника Представим, что он есть И вот ваши поклонники, и поклонницы многократные Спрашивают у меня в этом наушнике Когда же, когда же четвертый альбом Дениса Майданова выйдет в свет? И, кстати, вот вы говорили, что ваши песни лежали и ждали Того момента, когда вы сможете их показать А появляются ли новые? Насколько их много появляется? Достаточно ли для нового альбома? Это не в бровь, а в глаз Если первые альбомы, а у меня их три Девятый, одиннадцатый и тринадцатый год И сейчас пятнадцатое время действительно выхода нового альбома В тех альбомах, как правило, двенадцать треков То в этом тридцать Ничего себе! Я ждал восемь, а двадцать и тридцать Ну так получилось, что четвертый альбом, он немножко другой, он будет отличаться от первых трех Но не в худшую сторону, это просто немножко другой Денис Майданов будет Много песен из различных кинофильмов, песни, ставшие саундтреком Саундтреком к различным фильмам Может быть и успеем тогда Успеем? Да? Тридцать одна Песни из различных телепередач, где я исполнял песни Высоцкого, песни Цои И поклонники требуют эти песни иметь в записи Они не хотят, чтобы это оставалось только в рамках телепередач, телепроектов Я не очень хорошо к этому отношусь Но одна там несколько песен будет тех исполнителей, которые мною любимы И я говорю, я перепевал это не специально, а из-за передач Есть песни, которые почему-то не входили в те альбомы по какой-то другой сути И вот их уже накопилось 30 То есть какие-то были уже давно, а какие-то вновь написаны И вот их скопилось И я понимаю, что это жирный пласт, который очень совпадает сейчас с моим мироощущением С тем, что происходит опять же в мире Когда? Весна, надеюсь, крайний случай, лета 15-го года Он наполовину уже готов альбом Спасибо большое, мы желаем вам успешной записи Этой композиции с Алексеем Хлестовым в Минске Уже хотим ее послушать Надеюсь, что мы будем первой программой, которая в Беларуси покажет новый клип Который, возможно, появится Спасибо большое, что нашли время с утра заглянуть в студию «Хорошего настроения» Спасибо большое за приглашение Спасибо, хорошо В гостях у нас были Денис Майданов и Сергей Жданович Мы желаем вам хорошего дня, друзья И не переключайте Студия «Хорошего настроения» продолжится буквально через несколько минут Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok